МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неизвестный интернет ведущий из Ютуба поспорил со своей подружкой до 500 евро, что он сможет прожить в Европе 40 дней за полтора куска евро. И это включая авиаперелёт. Этот маленький псих согласился на все её условия. Ему нужно посетить 7 стран Евросоюза. И поверьте мне, это не так уж и просто. Давайте посмотрим, чем закончится этот спор. С самого утра я проснулся и сразу же отправился в центр города Антверпен. Приехал я сюда с моей подружкой и хостом с каучсёрфинга, Джудит. Итак, мы доехали на трамвае на моём любимом виде транспорта в Европе. Я его ещё называю Наземное Метро. Джудит нашла карту и указала на ней самые интересные места этого города. Для меня, конечно. А потом она поехала по своим делам. И вот я стою один на площади и думаю, с чего же мне начать осмотр этого города. Я приехал в центр, посмотрите, здесь жара какая-то происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, это фанаты Иисуса Христа, я так понял. Ну что ж, удачи им. Я скажу честно, я был два раза в Амстердаме, мне казалось, этот город очень красивый. Но на самом деле я вот приехал в Антверпен, сейчас гуляю по центру и здесь безумно красиво. И мне кажется, даже лучше, чем в Амстердаме. И я вам хочу рассказать про алмазы Антверпена. При знакомстве с алмазными делами, исходя из надежной информации, было установлено, что первые алмазные биржи в Антверпене создали евреи-хасиды. И сейчас тут алмазными делами занимаются в основном они. Это заметно сразу. Уже на подходе к объекту вы бы увидели людей в характерных черных одеждах, шляпах с бородой и пейсами. В целом хочу сказать, что в Антверпене бриллиантов много. В Антверпене, как и в Брюге, очень популярным является взять в аренду карету с лошадьми. Но хочу сказать, что машины здесь тоже есть. Улица Мейр. Эта улица заслужила широкую известность, как самая большая торговая улица Антверпена. Этот потрясающий своей архитектурой проспект сейчас пешеходная зона. Здесь ежедневно тысячи людей прогуливаются в приятном историческом окружении и совершают покупки. Фактически Мейр протянулся от собора Пресвятой Богородицы до главного железнодорожного вокзала. На вокзале я тоже успел побывать. И хочу сказать, что здесь очень красиво. А рядом с вокзалом находится знаменитый зоопарк Антверпена. Кроме картошки фри, а также настоящим бельгийским национальным блюдом, я бы сказал, угощением, считается бельгийская вафля. Бельгийские вафли лучшие в мире. И сейчас я хочу попробовать одну из них. Доктор Пеппер. Король напитков. Доктор Пеппер.